Дагестанцы Дагестанцы, вы вновь обрели счастливый удел, войдя в состав единой и неделимой империи. Здесь присутствуют представители кавказских нефтепромышленников, истинные патриоты, жаждущие установить с нами тесную дружбу и деловые контакты. О, господа, благодарю вас, господа, за лояльность и содействие совершаемой нами миссии. Ого! Нашим контрразведчикам, оказывается, не чужда сентиментальность. Великорусская национальная гордость в этом отношении безнадежно старомоден. Господин полковник, а что слышно из Астрахани? Вас просит Крэндель. Господин Мухташ, что-то они там забегали, забегали. Беда мне с этим киросинишком, беда. Трус. Слякоть. Эскадронная шлюха. Вот, извольте любить и жаловать. Дезертир из Астрахани. Вы тоже хороши, полковник. Мятеж, Астрахань. Кончился ваш мятеж. Всех под гребенку. Кощеева, Телегина вот этот еле ноги убрал. В общем, мое дело страна. Разбирайтесь сами. Вот здесь все. Изложено. Встаньте! Выслушайте, Кирилл Александрович, я вам все объясню. На вашем месте господин поручик, я бы знал, что делать. Маталья Бьякова, вы же его сами знаете. Оборотень, рыжий дьявол, он растоптал нас, он растопщет всякого. Вы попробуйте сами. Попробую. Попробую. Пуле вы недостойны. Будете чистить сортиры, кормить в шеи. Теперь рассказывайте. Рассказывайте. Все по порядку. Все это случилось неожиданно. Мы были захвачены врасплох. Встать, оружие. Оружие на стол. Сколько веревочка не вьется, господин Кощеев. А конец у нее один. Но я не виноват, клянусь. Правда. Ну, что там еще? Вот, смотрите, поймали. Гад. Своими глазами видел. А не лестница этот нам баланду травит. Спохватились до поздна. Продался на часы и портсигар польстился. Гад. Значит, ушли? Ушли. Дворами ушли вчетвером, а может, в шестером. Уберите девицу. Пройдите. Быстро. Куда? Иди. Держи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 там ничто. О ком это ты? Да вот. Это ты. А Мироныч и так? Да нет. Просто ты мальчишка и дурак. А я уж думал угодничаешь. Да ты знаешь, что за человек Мироныч. Мироныч это... Тихо! От имени революционных батарейцев за исполнение знаменитого сочинения про гражданку Лауренцию, которая не спровергла тиранов и душегубов всех мастей, вручаю вот эти вот сапоги мальчукового размеру нашей боевой подруги Петросяновой Ануши. На сильно здоровьечка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Товарищ Ануши, Анастасия в самых, ну что ни на есть, лучших театрах, но белогвардейская гидра мученически замучила ее отца. Объявляю революционную благодарность нашей милосердной сестричке Галине Голубкиной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наводчику береговой артиллерии СИКО БАРМИДЗЕ. АПЛОДИСМЕНТЫ Мотористу Андрею Барабанову. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а остальным любителям, которые изображали там всяких кровопийцев и гадов, благодарность постановлена не выражать. А выдать им, сверхпайка, каждому по три воблы на брата. Возражение есть, принято единогласно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ануш, Ануш, подруженька ты моя дорогая, ну ты чего здорово. Смотрю я на тебя и плачу. Так на сцену и вышла вся зареванная. С чего-то я все плачу, а? В улезоне сижу плачу, романа читаю плачу. Жалостливая ты, Галка. Чувствительная тебя натура, раненые в тебе души не чают. Нет, с ранеными я серьезная. С ним по-другому нельзя. Они сердечно истосковались, каждый объяснится, норовит. А я полагаю так, что себя надо блюсти. Маменький политрук наш идет, ну сейчас будет. То не так, это плохо. Он настоящий артист, Галка, требовательный к себе и к людям. А, вот вы где. Жрицы мельпоменные, увенчанные лаврами и сапогами мальчикового размера. Ну что ж, комплиментов не ждите. Плохо, очень плохо. Будем репетировать, репетировать и репетировать. Да, нас троих вызывают ЧК. Зачем? Дожили. А Торбеков не вызовет, чтобы поздравить с успехом. Ну, пойдемте. Непонятно. Ну, как там? Милостями Аллаха. Конечно, красные аскеры заняты войной. Какое им дело до бедного мусульманина, промышляющего комцой? Вот что, пока не отбывете в Петровск, никто из членов команды не должен знать, что я стою с Вастрахани. Хорошо. Смотрел я спектакль ваш, очень хорошо. Но будем считать, что ваше знакомство состоялось. А статьи вашего отца, ну уж мы читали далеко за пределами Ростова. А Рам Беглярович был отличный публицист. Был. Нелегко привыкнуть к этому. Об этом никогда не надо забывать. Верно я говорю, Галина Марковна? Говорите складно. А порядок нарушаете? В чем? Повязку сняли? Я об этом главному военфельшеру доложу. Он вас пропесочит. Пропесочит, пропесочит. Если не выручит политрук. А с ним мы старые знакомые. Если не ошибаюсь, вы служили в труппе Байкалова-Заржецкого? Да. После изгнания из Лазаревского института. Кстати, а как вас правильно величать? В донесениях вы и Артем, и Арсен, и Аббас, и даже Антонович. Да это для кого как. Нас каждый по-своему норовит. А тут еще годы подполья. Батуми, Тифлис, Александрополь. Наслышан, наслышан. Наслышан также и о том, что вы отлично говорите по-персидски. А для нас это сейчас самое главное. Вот что. Идите наверх и слушайте внимательно. Разговор будет после. Речь пойдет об очень ответственном и боевом задании. Давайте. Товарищи, пойдемте. Вон туда. Куда зачем? Наверх идите. Прибыли. Давай их сюда. Прошу вас. Пожалуйста, выслушайте меня. У меня персидорский парцепот. Я буду жалиться самому Шахин-Шаху. Пожалуйста. Разберемся. Подданный Шахин-Шаха Мехмедисой Хали Амин. Это я. Хозяин дома на Литейном. Владелец лавки восточных сладостей на Причистенке. Владелец дома в Москве. Это я. Следует супругой Синиструевой Чарской. Вот, пожалуйста. Это моя девичья фамилия. А по мужу я ханун с их Али Амин. Там есть выписка из протокола. О, я поздравляю вас, мадам, с гражданским браком. Для актрисы Шантана это блестящая партия. Ну что же, и документы вашей горничной тоже в порядке. Но вы знаете, сейчас время военное. И у вас в Грозном могут быть друзья. Да. И каждое ваше слово может быть против нас. Да, вообще-то не имеет никакого значения. Нас никто не знает в этой грязной дыре. Акции промышлей я покупил перед самой-самой революцией. Ну что же, отлично. Значит, все препятствия отпадают. Очень хорошо. Но документы останутся здесь для формальной проверки. Ах так, понимаю. Кстати, а как вы думаете добраться до Петровска-Порта? А, у меня это в Астрахани есть знакомые. Так, так? Если я должен вам сказать, что если они обещали завтрактовать цели Филюга. Не буду от вас скрывать. Хозяин этой цели Филюга занимается контрабандой. Коммерция есть коммерция. Ну что же, превосходно. Из уважения к подданному Шахин-Шаха мы на все будем смотреть сквозь пальцы. Ну а пока... Я понимаю. Вам будут созданы все условия. Пожалуйста. Я понимаю. Мерси. До свидания. До свидания. Спускайтесь вниз, займемся делом. Ну что же, этот контрабандист получит замечательных клиентов. Идите к нему и сообщите, что были сегодня в медресе и виделись с мерзой садыком. Сделка состоится завтра в портовой корчме. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сам видать, не здешний, а рублем одарил по всем правилам. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ой, рад, рад, несказанно рад. Не забыл, проведал. Отец Филарет, здравствуй желаю. Ого, спасибо. Гелел передать, что о делах ваших сам владыка наслышан. О чем это наслышан? Я знать не знаю и ведать не ведаю Мало что болтают, я и слушать не хочу А вот харчами я тебя не обделю Только постное, постное Ну, капуста, груздочки, там яблочки моченые И рыбец Очень Как кеннер, кеннер у нас один хорош И шельмец колоратурит Ой, благодать, покой, благодать Тише да гладь, да божья благодать Только мне не эти кеннери нужны А другие С руками да с ногами Кощеев Владимир Евстигнеевич взят Адреса-то у него были Да не ищи ты Спрятайся, людишки, по щелям, да по норкам Ну, не губи ты меня, старика Ну, Господи Кощеев жив? Что? Кощеев жив? Вчека На разъезжей в доме купца Арсенова Подвал там Былыки коптили Ты бы к Лимонадову заглянул Тут очки он рядышком Достойный человек В охранном служил А теперь на полный пенсион вышел Я не понимаю, зачем торговаться Тиса Шарьялов И господин Мухаммеди Супругой и служанкой Будут доставлены Куда они пожелают Господин Мухаммеди Требует Гарантии Время тревожное Кругом сторожевые корабли Деньги вы получите После доставки Альца Откуда у меня деньги Чтобы заплатить Сторожевым кораблям Хорошо Будем считать, что мы договорились Не стану таить Служил Служил и в охранном И в жандармерии А вот с упомянутым вами Господином Кащеевым Не знаком с Мне от него Хотя бы записочку Вы же человек умудренный Вы же все можете Сложно-с Нынешнюю охрану на презент не возьмешь С другого конца начинать надо В те места Поди нашего брата Каждый день берут Ну, бывает, что некоторые возвращаются О том и хотел сказать Был у меня такой случай Взяли мы на трубный шармача И сунули его в общую А он, бродяга, того и хотел Он своим дружкам С волей нужные слова передал Ну? Только раньше за это дело По морде схлопотал бы и точка А сейчас это верная вышка А Торбеков это тебе не жук на палочке В разгулу на умывальник Ладно Если гора не идет к Магомету Что ж Магомет пойдет горе О, салам алейкум, салам алейкум Я уверен, что даже мои чекисты Не разобрались бы в этой мистификации Надо полагать, неделя подготовки Даром не прошла Что прикажете подать, сударь? Кофе со сливками, чай или лимонад? И один чашки кофе Две Два чашки кофе и два ликера также Ходи Избойте, сударь Ну, молодцы, молодцы Займемся делом Ну, вот что, мои дорогие Ревком утвердил вас для выполнения задания Вот документы Мехедису и Хали Амин Следует супругой и горничной На месте свяжетесь с дагестанским ревкомом Организуйте закупку бензина И переброску его к нам Баку делает для нас очень много Но если и Дагестан нам поможет Сами понимаете, что это значит Ну, а ты, востроглазая Должна все видеть и все слышать Слушай внимательно Горничная, это беготня по городу Базары, рынки Вот и смотри Где какие воинские части Где какие суда И все, что увидишь, докладывай нам Угу Ясно, товарищ Аторбеков Ну, а вы, Ануш, сделайте все возможное Чтобы войти в доверие Мухташеву Есть сведения, что он увивается Вокруг их интендантства А для нас Это очень важно Он умен, пронырлив Не шибко разбирается в политике Больше в жеребцах и женщинах Вот на этих слабостях его и играйте Это не совсем мое амплуа Но я попробую Все это так неожиданно Да Очень сложно и опасно Ну, как в вашей песне поется Есть там слова Шакро Ну-ка дай гитару Давайте-ка Спойте вашу песню Спойте, товарищ полицейский Возьмите В дальние просторы штормовые В дальние заморские края Огоняки уходят кормовые Горесть расставания затая Путь лежит извилистый и долгий Он ведет сквозь бури неспроста И уходят в море бригантины Распустив по ветру паруса И уходят в море бригантины Распустив по ветру парусам И все же черноморцы перед балдицами так вишно Баланда и пшено Ты сам баланда и пшено Альбатросы морей Альбатросы морей Скажи мне, кто такой лейтенант Лейтенант смит один Один И тот дворянских кровей Да? Чего? Может быть ты сам дворянских кровей Кто? Я тебя кофе на сквозь вижу Ух ты! Прекратите Забрати Братцы! Братцы, держите меня Вон в мою чаду Братцы А ну-ка еще Береги себя, Вася! Ну едем? Угу Это тебя Татарбекова В пот загнал своих порученцев Она говорит актриса Ей это понравится Спасибо А ты чего нос повесила? Да Не думали, не гадали А вот какое дело вышло Боишься? А как же? Поймают живодера, три шкуру спустят Может останешься Комсомолка я Комсомольский билет пятьсот шестьдесят восемь дробь два По годам бы в партию А так запросто Совест не позволяет Ну кто и есть Сестричка невеличка Ты очень хорошая, Галка Ладно, девчата По коням Ну, прощай, сирота Береги наше владение от мышей и крыс Живы будем, свидимся Уплываю За грузом смотри И передай нашим, что косвенее будем в Дагестане Вставай вдоль стенки А вас что, не касается? Чью фамилию объявлю, отзывайся Контр направо, фармазоны и растает там шпана налево Царинкин Я Иваникен Кондратюк Я Воскобойников Я Кощеев Я Кощеев Шверстикин Тут Кольцов Я Уточкин Тут Самохвалов Городской Прынок, меняем тельняшку на марафет Топеречина тебе ни к чему Все равно кокнут Не хочешь в марафет, давай на мечту Приказывай, все исполню Отчаянный я На мечту согласен Ты вон там того насастого видишь? Вон Ага Освободить для него место на нарах Тельняшка твоя В один момент Это не мечта, а дым Майгем и пришить Да ну Раз и квас А для такого фартового, как ты, мне все нипочем Особливо, если этот носастый Стукач Стукач Пожалуйста, прошу Стукач 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 Господин Торбекки Что это? Что это такое? У нас же персидийский паспорт На ваше счастье Мы раскрыли этот грязный замысел Какой? Выяснилось, что этот старый пират решил ограбить вас И в море выбросить за борт Ой Мы арестовали его и его с подвижником Но надо ждать Надо ждать новых возможностей Боже мой, ты слышала? Что будем делать? Боже мой Будем ждать Непременно будем ждать Да Какой очаровательный джентльмен Господин Торбекки Да Вы оборожили мою супругу Мы будем ждать Никогда мы не чувствовали в себе так спокойно, как здесь Дети, дети моих детей не забудут это Аллах Вас благодарит вас за ваше внимание Мы будем ждать Мы будем ждать Колчак на подступы к городу Наши взяли Грозный и Петровск порт Скоро в этой вашей бойке будут сидеть сами господа чекисты Будут, не будут А нас в это время к ногтю Мне нужны явки Адреса, пароль Есть возможность переправить их на волю Там действуют надежные люди А нас в это время к ногтю Возьмите себя в руки штабс-капитан Стыдно? Вы же служили в леп гвардии Утрите сопли С такими настроениями один шаг до передательства Видите того черномазу? Это наш человек Ночью попросите след за ним в нужник Стража подкуплена, он вас выведет Ну Какие гарантии? Никаких Только шанс О вашем положении Ну Не будем думать о плохом Быстро Адреса Ну Все сведения у фон Розена Ямской Яр-13 Заведение графини Эй матрасня Тоже что-то на Выходи до начальника А ну давай, давай Нечего там лясы точить Давай, давай Распорядись, чтобы нужник почистили Пусть нарядят этого цыганистого Ну и другого, кто вызовется Есть Ай-яй-яй-яй Народ кровь проливает Жизнью своей не щадит А они надрались, и стекла крошат. И где крошат? Выходит для вас, ЧК, иллюзия, дым. Вот этот жердяй в мою черноморскую душу наплевал. Балтика по-ихнему это все, а мы черноморцы, пшено и баланга. Садитесь. Так, так, значит, браток, балтеец и черноморец для тебя ровня. А ему все ровня. Ему и Аврора нипочем. Вижу, вижу. Как же ты, браток, Аврору не учел? Тут ничего не прибавишь, не убавишь. Или скажем за Кронштадт. За Кронштадт же говорить совестно. Это же каждое дитё понимает. Нет, и ему, ему скажи. Да учить их пентихов надо, учить надо. А Кронштадт за советскую власть всегда грудью стоял. И сейчас каменным утесом стоит. Балтейца за версту видать. Балтеец по окнам ЧК не вдарит. А этот вдарил. Кто, падла, вдарил? Ты как? Заливаешь, браток? А ну, покажешь документы. Нет у меня документов. На судне они. Отставить? Балтейцы и так видно. У Балтейца они завсегда на революционной груди. А там у всяких, анесских, севастопольских, они по трюмам валяются. Иди, кореш, воюй. А ты повремени. Привет, из Одессы. Покуда бумаги пришлют, будешь двор прибирать. То есть, как? А вот так! Ребята, тревога! Лодка, она не солдаты. Почитаю, уже на палубу поднялись. Да поворачивайтесь, наконец! Отверните спинюар, помаду. Армен, быстро в постель. Скорей, скорее! Снимите дурацкие подтяжки, любящие мужья в них не спят. Давай, держись, как штык. Да быстрее вы не дать опы. Ну? Ах, дорогой, зачем не веришь? Клянусь Аллахом, эти достойные люди. Извините. О, мадам. Ах, наконец-то! Мы так ждали этого мгновения. Настоящий офицер. Проходите, дорогой. Дорогой. Тихо. Муж еще спит. Ты идешь артрез и дай бумаги, чтобы господин офицер убедился, что мы не большевики. Спешу исполнить, сударыня, ваше приказание с большим удовольствием. Не мое дело, сударыня, но будь я на месте их благородия, я бы сразу разглядела, что мы порядочные люди. Все будет хорошо, сударыня. А? Ох. Вы не представляете, как мы намучились. При наших капиталах, впрочем, еще кое-что осталось. Вот посмотрите на этот кулон. Счастливого пути, мадам. Передайте вашему супругу, что сын генерала Рудько свидетельствует ему свое уважение. Я сообщу о вашем прибытии в Петровск. Прошу. Эй, что это вы? Мадемуазель, буду счастлив встретить вас в Петровске. Что вы, что вы, прибатюшкин генерале. Ну что ж, дебют удался отлично. Молодец. Тщательно прощупайте каждую халупу. Не нравится мне эта емская слобода? Но мы шакро займемся пока заведением графини. Давай, давай. Ходи-ка сюда. Со шлюхами воевать самое милое дело. Да? Да, а бывает, что бандитов под ебками прячут. А бывает и прячутся. Пошли. Вот, пожалуй, все, кто он целел. Самый надежный палин. Акомпанирует в Лизионе Шенуар. Ну, а сам-то ты какими судьбами? Судьбами России. Чья фатальная превратность привела тебя в этот бордель. Ты же понимаешь, просто некуда было податься. Прижился, выжидаю. В качестве Альфонса или ваша бала? Я попросил бы. Я попросил бы! Господа, господа. Очень шумно для великосветской беседы. А ты, котик, с твоей невралгией. К черту! К черту невралгию! Мне надоело быть нахлебником у шлюхи! Мне надоело ждать! Это он мне говорит про шлюху. Будто я не знаю про всякую голубую кость. Да если хотите знать, я была на содержании у самого митрополита Теропольского. Господи, прости меня. Мадам! Что? Мадам! Что такое? Там чекисты! Что? Самоторбеков! Санька, буди Маргариту! Я всегда говорила, что чекисты тоже мужчины. А ну сгинь! Где черный хоз? За мной! Нет, лучше вот сюда! Ну хорошо. Для новой власти я ничего не пожалею. Посмотрим, действительно это рыжий дьявол? Или просто червоный валят. Ну если я его не возьму на Маргариту! Здравствуйте. Да. Да, это не для детей. Ну а как вы полагаете, девушка? Осмотришь все помещение, ну а личным составом я займусь сам. Девочки, кошечки, девочки, кошечки, дорогие гости хотят музыки, танцев, танцев. Дорогие гости очень устали от военных и государственных дел. Куда же, молодой человек? А, в портон. Понимаю. По коридору и направо туалет. Роза, провози. Сам найду. Давайте-ка ближе, девушки. Милые, милые мои кошечки. Сюда поближе, поближе, поближе сюда. Я не вижу здесь вот этой и этой. Ах, проказник. Я вижу, вы разбираетесь в женщинах не хуже, чем в политике. Маргариточка сейчас придет. А муза, это неблагодарная скотина. Господи, прости меня, спуталась с каким-то кашеваром. Жрать-то надо. Что же это получается, гражданин комиссар? Всем пайки, а мы при пиковом интересе. Мы как были, разнесчастные, так и остались разнесчастные. Вроде как бесправные. Тише, тише, девушки. Зовут-то тебя как? Дульсинея. Дуся, значит. Только я здесь недавно. Ну вот что, девушки, речей я вам говорить не буду. И пайки, и работу дадим. Будете шить форму для бойцов. Ну, кто не умеет, научим. Ну, а кому нравится вот это, не волить не будем. Но только, честное слово, девушки, плохо вы здесь выглядите. Просто смотреть против. А я-то думала, вы мужчина, а вы, вы, Валер Тюрьмей. Они нашьют вам эти потаскухи. А вы еще вспомните меня, шлюхи. 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 Вы-то что здесь делаете? Пожалуйста, вы слушайте меня. Это единственное место, где паспорт не нужно. Ну, ладно, вы свободны идите. А я, знаете, не спешу, не спешу. Товарищ Атарбеков. Да? Посмотрите папироса из Петровска. Знаешь что, займись-ка ты этой Дуси. Смышленая девушка, может, что-нибудь знает. Хорошо. Господа, возблагодарим Аллаха за его милости. Пренебрегая опасностью, вернулся в лоно свободной коммерции наш дорогой брат Мухаммеди Сайхали Амин. Да. Он мне очень нравится. Очень. Какой. А жена прелестная. А, да. Какой очаровательный. Держится. Настоящий день. Мадам, мы слышали, что вы актриса, звезда столичного варьете. Весь наш гарнизон будет лежать у ваших ног. Благодарю вас. Спасибо, друзья мои. Мухташев идет. Мухташев. Господа, все муки и испытания позади. В этом нас убедил ваш радушный прием и присутствие господина Мухташева. Господин Мухташев, как и я, финансист. Но нас объединяет и другое. Любовь к конному спорту. На многих международных дерби наши лошади скакали рядом и мы снова рядом, господа. Что? Осторожнее. Что это такое? Да, да, молодец, отлично сказано. Дай, дорогой, я тебя поцелую. Не он, не он. Не он. Что? О, браво. Не он. Мадемуазель Петровску ваших ног. И я, разумеется, тоже. Летел на крыльях ветра, как сказал поэт. А встреча? Какая встреча, мадемуазель? Ну, и зря старались. Ни к чему все это. Мы не такое видели. К нам почитай запросто в Питере. И князья, и графья разные. Ну, и князья. Взяли. Ух ты, веселочка. Стой сюда. Да тише ты. Ну-ка, открывай. Посмотрим. Хорошо. Старики говорят, Аллаха почитай, но не забывай засыпать порох в газыри. Я человек городской, и, как видите, газырей не имею. Но думаю верно, говорят старики. На Аллаха плохая надежда. А вот об Астрахани подумать стоит. Шамиль Алиев. Только что из Астрахани. Товарищи рекомендуют его постоянным связным катарбековцам. А не молод? Так и мы вроде не старики. Да и дело предстоит ему, не стариковское. Знаем его. Знаем. Сын Асланбега. Обстрелянный. Разбылат, дай-ка списки. Молодой, не молодой, а конь это тебе не боржа. На коне от пули не укроешься. Это что такое? Молодое вино пена не красит. Да. Действительно молод. Может, повременим. Это получается, он герой из героев, а Джафар и в седле-то не сидел. Он в Метехе и Баиловке отсиживался. Ладно ж. Все молодые, языкастые. А так видно джигит с характером. Завтра на рассвете в Петровск прибывают рыбницы. На скребли малость. Людей тоже подобрали. Вот с ними своих и сведешь. Передашь политруку списки. Из рук в руки передашь. Показания его будешь исполнять точно и безоговорочно. Есть. Хороша, хороша трехлинейная от Мироныча. А вот еще. Держи. Вот. Красавец. Это все мне? Тебе. Спасибо. Спасибо, дорогой. Век помнить буду. Что, дорогая ложка к обеду, да? Замечательно. Красавец. Чем порадуешь, Тимофеевич? Пригнал два баркаса. Команду отбирал лично. Моряков маловато. Зато злые, как черки. Что маловато, ничего. Добавим свои. Злые хорошо. Злые теперь в цене. Как у тебя? Плохо. Совсем плохо. Все люди за перевал ушли. Весь свой рот обошел, мало-мало собрал. На них положиться можно? О, что говоришь. Зачем обижаешь, комиссар? У нас, у Лизгин, шалтай-болтай не бывает. Что старший скажет, то и будет. Ты же знаешь, бичараховцы убили моего отца. Теперь я старший в роду. Не обижайся, дорогой. Ты был другом Махача, мы тебе верим. А мы тоже с Джафаром не сидели без дела. Подобрали народ. Это карты лоции. Ну, Тимофеевич нехорошо разбирается. Объясни, что к чему. Ну, пойдем, объясняй. Шабиль! Мне надо увидеться с твоими. Это надо сделать на людях, чтобы они остались вне подозрения. В духане Кавказской Эльдорадо их позовет к столу сиятельный князь Арсланбек Кубачинский. Против не другое. Глупость, пошлость, пьяные комплименты. Это, конечно, это факт. Глянь, глянь! Тоже из комплиментщиков. И к тому же генеральский сынок. Утынуты, ножки гнуты. Погоди же, я еще из их благородия буду веревки ведь если захочу. Сюда, что ли? Да. Госпожа. О, вот. Простите, вы уверены, что господин из 13-го номера приехал из Питера? Я, видите ли, служил у него в канцелярии старшим писамоводителем. Николя. Милусим государю совершенно неинтересно знать у кого ты служил писцом. Э, насчет Питера не скажу. А насчет чаевых Ротшильд даст. Господин Мухаммедичен, я вам предлагаю настоящую коммерцию. Мы с вами откроем первоклассный ресторан на берегу Церека. Мы его назовем Кавказская русалка. Сашлики, кебаби будут поднимать это сами, как его называется, раздетие девчонки. И весь гарнизон становится на колени. Послушайте, что скажу вам я. Пареный, жареный цыпленок, который тоже хочет немножко жить. Сейчас нужно покупать только японские иены. Это самая твердая валюта в мире. Ай, Саго! С благословением Аллаха дайте пожить и господину Мухаммеду Амину. Мы с вами покупаем партию дагестанских ковров и вы становитесь гарун на ларашидами сказки тысячи аты на ночь. Нет. О, очень рад, очень рад, мой достопочтенный друг. Ну что ж, я обдумал, обдумал ваше предложение. Но, должен сказать, что выступить компанию с вами не могу, пока не оформим право на промысли. А в условиях военного времени это трудно, очень трудно. Эх, пустое. Меня интересует лишь ваше доброе имя. А нефти у меня... Здравствуйте, дорогой. Непочатый край. Все время о делах и о делах. Только вам, чародейка, я могу и злить свое горе. Старые клиенты вышли из игры, а то, что я продаю капля в море. Вы, мужчина, неисправимы. Все время о делах и о делах. Кончится тем, что я брошу вас и уеду. Куда? А я получила письмо. Эмир Алимхан зовет меня в Бухару. Богиня, я этого не допущу. Да, моя жена пошутила. Но Эмир это действительно фигура. В своем письме он интересуется грозницкой нефтью. А что, если мы станем его поставщиками? Ой, голова золотая, да я тебя поцелую. Нет, 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 нет. Все это не так просто. Каспий блокирован сторожевыми судами. Нужны кое-какие протекции, а подформальности. Все это я беру на себя. Итак, сегодня вечером в Кавказском Альдораду. Сумба, душа любезная. Выхлопотал. Выхлопотал я тебе, охранную, да. Плавай, торгуй, общипывай теперь этих ханов. Только самую малость, самую малость. Ну смотри, чтобы эти большевички не перехватили. Сам понимаешь, Астрахань. У меня компаньон Тельсюк. Кто? О, голова. А жена? Кто? Пальчики оближете. Настоящий Соловьев. Соловьев. С нее Сашка Куприн роман написал. Вот тебе крест роман. А вот он сам идет. Музыка. Музыку. Музыку. Пожалуйста. А мы-то заждались. Драгоценные. Знакомьтесь. Присяжный, поверенный. Тутошний, так сказать, кавказский плевак. Интендантский полковник, господин Буженинов. Очень приятно. Очень приятно. Капитан Рендель, всевидящее око и карающий меч. Дуралей, он же приказал нам не подавать виду. Мамочка, он же сам посмотрел на нас. Сам? Сам. Сам. Чашлыки везут. Чашлыки везут. Чашлык. Отличный чашлык. Получай чашлык. Отличный чашлык. Батона, прошу. Получай. Получите. Батона, прошу. Расскажите. Ну, все, все, иди, 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 иди. Розык, да? Послушайте, господа, рассвета, ужин. Вот в Питере бывало лангусты из Парижа, карачаевский барашек из Кисловодска, осеванская форель, живая форель прямо в лоханках. Да, теперь я верю, что ты определишься надолго. Конечно, конечно, конечно. По этому случаю можешь заказать себе еще одну грушину. Душеньку грушину. Поэтому случаю не грех тряхнуть Смирновской. Случай-то, случай-то какой. Случай? Случай. Человек. Что прикажете, господа? Смирновскую. Еще что? Остальные потолки. Господа, я армянин, господа. Но я глубоко скорблю о судьбах России. Мы, национал-патриоты, готовы хоть сейчас приступить к переговорам о справедливых морских и сухопутных границах. Никаких морских и никаких сухопутных. Единая и неделимая Россия. Да, да, господа, господа, перед угрозой Астрахани не надо свариться. Да, 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 только из... ...слышишь о большевиках и об Астрахани. Мне это надоело, господа. Возьмите и... ...князь Асламбек Кубачинский низко кланяется вашему столу и приветствует своего брата, вырвавшегося из большевистской Астрахани. Господа, я должен отблагодарить святейшего князя. Ведь мои промысли граничат с его имением, вы меня простите. Ох, голова! Да. Вручаю, что она оттяпает его имение. Подождите, мы еще в Питере закрутим с ним карусель. Скоро, батюшка, скоро. Сугубо между нами. Через пару недель на Центральном фронте начнется большое наступление. Плением. Пятевой войне, это невыносимо. Это невыносимо, господа. Штаб с капитана. Расскажите что-нибудь интересное. Говорят, вы делаете чудеса на дофрос. Я поклонник Ламброза, мадам. Марксистов я узнаю с первого взгляда. Я узнаю их по строению черепа. Я с ними не разговариваю. Я в них стреляю. Это все свои люди. А князь настоящий. Правда, ни слова не понимает по-русски. И к тому же совершенно пьян. Мы подобрали надежных людей вам. Можете целиком на них положиться. По дороге в Гурьев три шаланда отстанут от каравана и будут самостоятельно пробиваться в Астрахань. Днищу шаланд мы сделали двойными. А бочки с горючим завалим сетями и рыбой. Кстати, когда вы получаете горючим? Оно уже у меня. Как ты разговариваешь? Халуй! Матильда, скажи, что мы не позволим себя обсчитывать. Не позволим. Стоит мне сказать пару слов, как тебя стервится нацугундер. Помолчи. Нацугундер. Эх, дубинушка, огни. Я вас всех в броню согрю. Николя. И на тебя, зареза, не посмотрю. Этих двоих упрятать подальше до моего особого распоряжения. На край света загнали. К теттервен, к азиатам, к шашлычникам, к вам. О, ты мой дорогой. Дорогой человек, с кем вы имеете дело? Я вас всех в каталажке сгнаю. Разрешите вас сопровождать? Спасибо. Прошу. Разрешаю. Эх, дубинушка, сама пойдет, сама пойдет. Да, ух, не. О, какое дело. Ди сюда, мой дорогой. Ты по Питеру знаешь? Я говорю, своего компаньона. Ты, конечно, еще по Питеру знаешь. Нет, мы с ним здесь познакомились. Такие люди раз в жизни встречаются. Талант, самородок. Дайте, пацану. На, на, на. Мы встретимся завтра. В Петровске, в Петровске, в Петровске встретим. Персюк. Настоящий персюк. По-ихнему шпарит, будь здоров. Такими делами заворачивает и за все камушками рассчитывается. А камушки непростые. Караты, караты. Ну, иной на десять, а иной на все двадцать каратов потянет. И конца им нет. Дурак, всему бывает конец. За все головой отвечаешь. КОНЕЦ Все они подлецы. А фон Розен, о котором ты спрашивал... Все они подлецы. А фон Розен, о котором ты спрашивал, хуже всех. Фискалил хозяйки, хлестал по оружии девицы. А где же он? Где? А кто у него был в тот вечер? А кто его знает? Я не могу. Очень переживаю. Тяжелый. Пьер. Кигил. Кигил. Вот где пришлось встретиться. Ну, мне души меня в объятиях. Мы с тобой не на цирско-сельском балу. Я уже потерял надежду ждать. Видишь, услаждаюсь слух в сон до дни. Меняю с Киабина на воблу. Когда же возмездие? Говори же, говори. Сие зависит от нас. Но об этом потом. Встретимся в воскресенье, в храме Аны Притечи, сразу после вечерни. Выходить будем по одному. Понял. Иди. Все, понял? Конечно. До встречи. Эх, шельмец. Эх, шельмец. Это что такое получается? У тебя в Гурево оформлено шесть, баркасовый шалан. Да. А грудишь ты двенадцать. В этом деле не увязка получается. Нет, все правильно. Шесть я миру Бухарскому, а остальные шесть это мой маленький печь. Без которого вы вообще не делаете никакая коммерция, господин лейтенант. Кроме того, на той стороне Каспия, я думаю, мы кроме мира найдем и других покупателей. Не такой уж маленький твой пешкеш получается. Все это пахнет кругленькой суммой. Полукругленькой. Ты забываешь о своей доле. Верно, дорогой. Знаешь, поиздержался я с этими духанчиками. Да, эти шашлыки, чебуреки, то да сё. В общем, валяй, валяй. Сделай наш пешкеш. В Эльдорадо сочтёмся. Давай, до свидания. Давай, давай. Ничего, ничего подозрительного. Вся документация в полном порядке. Маршрутные ведомости оформлены на Гурьев. Большие дела заворачиваются. Как с контрабандистом? Прибылись, дожидаются. Вот погодя, я к нему и заявлюсь. Ну, давай же, чего ты рот разинул? Опускай бочки. Чего ты ждёшь? Быстрей, быстрей, спускай канат. Ну, погоди, я тебя покажу. А, работяга, вот ты где. Иди сюда. Здравствуй. Здравствуй. Что же это такое? За целый день немаковые росинки. Работяга, работяга. Целый день без еды. Так можно и язву желудка получить. Эй, человек, живо, неси. Добрый день. Здравствуйте. Появление гостей из вашего грозного ведомства всегда беспокоит коммерсантов. Таможенные придирки, осмотры. Нет, почему же. С коммерсантами мы всегда находим общий язык. К тому же здесь совершенно случайно. Господа, добрые вести. Приезжает представитель самого Колчака. С ним можно будет поговорить о нефти. Их база находится по ту сторону Каспия. По ту сторону Каспия? Опасно. Очень опасно. Базы Колчака находятся под самой Астраханью. Уговори его, ведь ты всё можешь. Перед тобой и твоей женой он не сможет устоять. Моё очарование стало уже предметом коммерции. Ты закусишь, дорогой? Нет, едем домой. Нужно обдумать предложение Сумбата. Погодем! А господина Мухаммеди подброшу я сам. Заедем, кстати, ко мне. И я презентую вашей супруге корзину шампанского. Экстра драй. Может быть, вас не устраивает моё общество? Нет. Почему же поедем? А вашу жену похищаю и я. Хорошо. Идёмте. Кирану с именем пророка теперь такое дело не до чего обходится. Лицо, поручившее мне вести переговоры, обличено особым доверием правительства. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ай, Сау, о чём ты говоришь? Теперь многие богатые, уважаемые люди благословения Аллаха пытаются пробраться в Перси. Хе-хе-хе. Прошу. Куда я? Да ясно. Ламброза. Да. Ну, будем говорить на чистоту. Ну, знаете, главное мне уже известно. Разговор будет идти о частностях. Кто вы? Новоявленный Калиостр? Или просто удачливый Прощалыга под шумок хапнувший имя и драгоценности петербургского негациента? Ну, какой из меня Калиостры? Ну, будем говорить откровенно. Ну, хорошо. Да, я был доверенным у Мухаммеда Ямина. Мы вместе бежали из Питера. Но я оказался удачлив его. Мне удалось добраться сюда, а его схватили большевистские Астрахани. Вот и всё. Так, вместе с женой и горничной? Нет. Мухаммед Ямин был старый, немощный. Его супруга отдавала передпочтение мне. Понятно. Кстати, все ценности и документы были у неё в руках. Ловко. Ловко, господин Калиостры. Вам очень повезло. Сразу привалило и громкое имя, роскошная любовница и почти сказочные богатства. Так вот, сейчас мы отправимся к вам, и вы мне сдадите на хранение бриллианты Мухаммеди, Сойхали, Амина. Они будут находиться здесь до выяснения его судьбы. А если я не подчиню с вашим гуманным намерениям? Тогда я перестану быть гуманным. И вы потеряете всё. Благоприобретенное имя, свободу, деньги, любовницу и возможность выбиться в люди. Допустим. Но где гарантия, что меня снова не будут шантажировать? Те, которые на меня донесли. Наконец, вы сами, господин штабс-капитан. Людей, которые донесли на вас, мы уберём. Это мелкие, никчёмные люди. А что касается меня, то вы сейчас убедитесь в самом доброжелательном отношении к вам. Я дам вам совет. Бесценный совет, господин коммерсант. Конечно же, вы общипаете этого болвана Мухташева. И, судя по полёту, сами станете миллионщиком. Дружба с вами, так сказать, перспективна. Так вот, слушайте меня внимательно. Не задерживайте здесь. Это говорю вам я, человек, осведомлённый во всём. Все наши успехи призрачны. Вчера красные отбили царицын. Не сегодня-завтра пойдёт Ростов. Месяц, другой, третий, а там неизбежно наступит катастрофа. Скажите, вас устраивает перспектива встретиться здесь с господином Аторбековым? Вы слышали о нём? Приходилось. Я тоже. Вот именно поэтому вы оцените мой совет. Настоятельно рекомендую вам, пока не поздно, махнуть, ну, скажем, в Персию. А там Константинополь. Париж. Париж? Да, всё-таки Париж, это не для деловых людей. Я бы предпочёл Одер или Рейн. Там сейчас за бесценок продаются целые родовые поместья. Маленькая свиноферма и при ней беконный заводишка. А? Послевоенная Европа грезит о жирной свинине. Ну, а сейчас, когда мы поняли друг друга, не будем терять время. Укажите в описи порядковый номер, стоимость каждого камня в японских иенах. Японских? Я справлялся. Японские иены – самая твёрдая валюта в мире. Не халдите, девоньки! Всем хватит! А в барашек, да водочки, фляга, а нам с вами коняга. Я тебя куда поставила? Я отцел. Что за меня? Я тебя куда поставила? Это что за пожар? Баба, яй-яй-яй-яй-яй. Да я ее сама ставила. Я за ней стояла. А, какая встреча! Да стояла я. С самого утра стою. Чего еще вам? А ничего кроме... Чего еще вам? А ничего кроме любви. Любви? Что я буду иметь с этой вашей любви? Дусенька, ведь я щедрый. Ты будешь иметь отличный кусок жеребятия. Не густо. Дус, встретимся в воскресный день у забора храма Иоанна. Или как его там называют? Предтечи. Точно. Предтечи. Скажем, через час после вечерни. Странное местечко нашли. Грехи, что ли, замаливать? Да все, она же. Как насчет мяса? Лодка подплывает. Он или не он? Не разберешь. Он. Он. Камешки пересчитывает, а глаза, как буравчики. И Шамиль видел, как он с перцем договаривался. Господи, что же будет там? Боишься за него? Боюсь. Любишь? Люблю. Ножку. Ваше благородие, ножку не повредите. Осторожно. Осторожно. Прошу. Прошу. Ваше благородие. Ваше благородие так договорено, чтоб не души. Да? Ага. Ну, мы с тобой теперь партикулярные. Ну так. Да. Будешь служить и дальше, хорошо, не пожалеешь. Благодарствую. Август Романович, вы весь батюшка. Да. День богу. Ведь на него все квартальные, все участковые молились. А, здорово мы с тобой. Прошу. Заждались. Думали, не сбились ли с дороги. Что такое? Ничего не понимаю. Извольте немедленно объясниться. Изволю. Только не через порог. Это дурная примета. Прошу. 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 Пожалуйста. Пожалуйста. А? Что такое? В чем дело? Что такое? Ну, позволь же. Господин штабс-капитан. Дурак. Господи. Весь в батюшку тот тоже только по-крупному брал. Подлец. Я тебя отправлю не в Персию, а к самому Верховному, господин штабс-капитан. Убрать. Весь в батюшку. Где команда? В трюме. Отлично. Этих двух в отдельный отсек. Хорошо. Ну, давай, купец. Волоки свое добро в закрома. Какие уж там закрома. А дорожает керосинюшка-то, а? Дорожает. А ты контрразведчика приплюсуй. Как-никак за те же самые деньги. А торбеков в накладе не останется. Не беспокойся. Доставим тепленького. В лучшем виде. О, дождик начинается. Нет еще. Я так понимаю, что не только грехи они там замаливают. Жди, говорит меня, через час после вечерни. Молодец. Я сразу догадался, что ты понятливая. Товарищ торбеков, служба кончилась. Уже выходят. А есть такие, что выжидают. Не иначе сходка. Господи, спаси. Ну что ж, начнем. Давай на колокольню и по моему сигналу бей в колокола. Есть. Киров готовит большое контрнаступление. Если оно удастся, это решит судьбу Юго-России. Выход один. Взрыв изнутри. Мы должны стать той взрывной силой, которая распахнет ворота Деникина и Колчаку. Они на подступах, и они будут здесь. На землю, на землю глядите. Оторбеков, Оторбеков. Он, жердяй. Ну-ка, праведники, вознесите руки. И ты, гад. Возноси, возноси, сволочь. Отсыпляйте церковь. Есть. Давай я. Давай. Давай, сестренка. Давайте. Быстро. Уходи. Стрель. 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 Руки вверх. Сволочь. Но на пути к Таганрогу. Вернуться, чай. Погуляют и вернутся. Возраст не тот. Ну какая с них господину Денихину польза. Ой, отец плевать хотел на этого выскочку Денихина. Он поставил условия. Полная свобода действий и четыре кавалерийских дивизии. Ты увидишь, что такое прорыв. И все это в недумке. Генерал, они старички. В столом чё хочешь наговорят. Ну кто же ему четыре дивизии даст? Ведь это, почитай, человек триста. Девять тысяч сабель? Не считай бронедивизиона. Мой кузент получил назначение туда. Тедушка до сих пор бьется в истерике. Иди сюда. Глупый ты человек. Совсем глупый. Ну зачем ты бочки бросаешь? Знаешь, что в этих бочках есть? Вот что там. Понял? Хорош. Ах, хорош. Товарищ Киров плохой не пришлёт. Товарищ Киров наш горский человек. Как только он вернётся, я сорок баранов зарежу. Чужих ханских. Хм, ладно. В ближайшее время из Тегерана-Петровск приезжает брат известного коммерсанта Мохаммеди Сойхали Амина. По поручению Шах-Ин-Шаху он вручит высокий орден Льва и Солнца своему единокровному брату за коммерческую деятельность и выдающиеся успехи. Целуй! Немедленно целуй жену! Это она, твой добрый гений! Ага, отвернитесь, Сумбат. Ай-яй-яй-яй. В таких вопросах я щепетильна. Ха-ха-ха-ха. Эй, что ты там делаешь? Иди сюда! На Бригандине нас ждёт старик. Нет, вам нельзя задерживаться ни одной лишней минуты. Аторбеков всё рассчитал, но подобный вариант он не мог предвидеть. Скажите Мухташеву, что вам срочно необходимо отбыть в Бухарский Эмират. Мы подобрали надёжного человека. Представите его как своего... Иди сюда! На Бригандине нас ждёт старик. Нет, вам нельзя задерживаться ни одной лишней минуты. Аторбеков всё рассчитал, но подобный вариант он не мог предвидеть. Кажете Мухташеву, что вам срочно необходимо отбыть в Бухарский Эмират. Мы подобрали надежного человека. Представите его как своего заместителя. Но подобный вариант он не мог предвидеть. Кажете Мухташеву, что вам срочно необходимо отбыть в Бухарский Эмират. Мы подобрали надежного человека. Представите его как своего заместителя. Он продолжит дело. Но мы же не вернемся из Бухары. Обман может быть раскрыт, и все полетит к черту. Пока вам сопутствовала удача. Один корабль... Но подобный вариант он не мог предвидеть. Скажите Мухташеву, что вам срочно необходимо отбыть в Бухарский Эмират. Мы подобрали надежного человека. Представите его как своего заместителя. Он продолжит дело. Но мы же не вернемся из Бухары. Обман может быть раскрыт. И все полетит к черту. Пока вам сопутствовала удача. Один караван уже в Астрахани, два других в пути. Вернуться с оружием и боеприпасами. Есть чем гордиться. Так что разрешите пожелать вам счастливого пути. Сегодня Сергор Джаникидзе докладывает о наших делах Владимиру Ильичу. Будем добиваться контрнаступления. А тут, понимаете, казус такой получился. Спросит Владимир Ильич. А вы и впрямь не сказали ничего лишнего. А глаза у него, я бы сказал, просто кроткие. Кроткие? Это уж будет слишком. До свидания. До свидания. Что там по правому борту? Рыбачьи судно. Носит их нелегкое в такое время. Сигнальте лечь в дрейф. Спустите шлюпки. Есть. Бедня. Бедня ей не повезло. Из Астрахани он едва унес ноги. А вот по части карьеры... Вывернется. Раз он... Ушел от господина, от Орбекова. О-хо-хо-хо, вы ему льстите. Пас. Не ушел от при... Что это он, а? Считает, что не женское дело ходить в море. Ну, а так замечательный дед. Кстати... Да? Никого не взял. Только его сыновья на верхней палубе. Молодец. От всех отказался наотрез. Самое трудное... Спасибо, Ануш. Я кролик. Я бы никогда не решился сказать. Андрей Первозван... Заметили, гады. Ты что? С ума сошел? На, возьми. Иди наверх. Иди. Ануш. Ну что? Возьми. От этой штуки вся рыбница взлетит на воздух. У нас под бортами тысячи золонов бензина. Иди, отец. Так. Осторожно. Осторожно. Что они делают? Наразы. Остальные штуки. Ура. Поиск. Ой. Остальные штуки. Большой хозяин есть, его жена есть Русская девушка есть, Гурев идет Что у тебя в трюме? Фу, дышать невозможно Почему такая вонь? Рыба, его Аллах наказал И дал ему такой вонючий запах Идите! Ну хорошо, оставим это на их совести Я прошу вас, полковник, пройдите на корму, осмотрите другие трюмы Пропорщик, за мной Слушаюсь! За мной! Сидоренко, пригласите сюда хозяев, посмотрим, что это за птицы Есть! Все за мной! Быстрее! Я протестую Мы плывем Гурев на переговоре о поставках адмиралу Я, я коммерсант, господа Не смею вас задерживать Желаю успешного договора на поставке У адмирала плохо с горючим А еще хуже По части очаровательных дам Вы мне льстите, капитан? Нисколько, мадам, я просто завидую адмиралу Мой муж очень ревнит Только поэтому я и спешу откланяться Отцепить люк Команду съезайте в шлюпку А в чем дело? Большевистская сволочь Сядьте! Сядьте! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что вы думаете об их хозяинах? Приведите персы сюда Есть! За мной! Назад! Назад! Шамиль! Что с тобой, дорогой? Шамиль! Армен! 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 Ой! Армен! Господи! Шамиль! Баста! Кто там остался в живых? Выходи! ! Что это ты нахохлился, как Тетерев? Да разная у нас с тобой судьба, Мирон, сам знаешь. Ну какая обо мне слава идёт? Рыжий дьявол, человек с каменным сердцем, зверь. Да. И ведь годы пройдут, а для иных я таким и останусь. Добрым словом тоже, конечно, помянут. Так ведь словом, а не сердцем. Сердцем помянут, Георгий, сердцем. Хм, что рыжий, это точно. А вот что дьявол, так это смотря для кого? Если для тех праведников, которые... Если для тех праведников, которые в храме, то для них и каменного сердца мало. Вот и Феликс написал. Бронит за строптивость характера. Грозится вызвать Москву. Да. Ты знаешь только то, что он тебе написал. А я знаю кое-что другое. Ну? Ну, говори, что. Да. Берегите Аторбекова. Его горячность от чистоты помыслов и горячего сердца. Горячность уйдет, все остальное останется. Ну-ка дай. Товарищ Киров! Тихо. Товарищ Киров. Сергей Миронович, караван пришел из Петровска. Идем. Поспели. Поспели. Астрахань. Салютовать как положено. Поспели-таки. Наши. Дагестанско-чекистские. Молодцы, ребята. Молодцы. Салютовать как пошел из Петровска. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok